В новых начинаниях всегда было что-то освежающее, очищающее. Это шанс начать все с чистого листа и начать все с начала в мире видеоигр. 2021 год, возможно, был не самым насыщенным событием, но вот мы в начале совершенно нового года в первом месяце. А как обстоят дела с компьютерными играми? Я бы сказал, не слишком потрепанный. Хотя и не похоже, что мы получаем много новаторских совершенно новых игр, январь это месяц, когда Sony, наконец, делает решительный шаг на рынок ПК, выпуская порты для двух своих игр-блокбастеров. У Nintendo также есть крупный порт, выходящий на ПК в этом месяце. В дополнение к этому у нас есть тактическая пошаговая РПГ, действие которой разворачивается в Древнем Риме, спин-офф-пик оператива Rainbow Six Siege с включенными инопланетянами зомби, что выглядит довольно круто. И вот выходит хардкорная ПВП Мо Песочница. Январь также приносит с собой множество интересных игр с ранним доступом. Есть научно-фантастический кооперативный шутер, вдохновленный Left 4 Dead, игра-симулятор стратегии Третьей мировой войны в реальном времени, атмосферный научно-фантастический боевик и масштабный симулятор средневековых сражений. Помимо основного списка, я также коснусь некоторых других примечательных игр, которые появятся в этом месяце, в том числе той, которую вы, возможно, все еще ожидаете. Это, к сожалению, было отложено. Прежде чем мы перейдем к списку, просто жди краткого слова от сегодняшнего спонсора. Сегодняшнее видео снова спонсируется кошельком Ридж, так что у меня есть свой уже пару месяцев, и он заменил кошелек, которым я пользовался ранее. У меня был один из тех типичных кожаных объемистых кошельков, которые, как оказалось, были полны вещей, которые я повсюду носил с собой, которые мне никогда по-настоящему не были нужны, или которые я использовал с кошельком Ридж. Теперь я просто беру с собой все самое необходимое, и все. Еще не было ситуации, когда бы я подумал, чувак, хотел бы я, чтобы у меня было еще 40 вещей, которые я носил с собой. Если у тебя есть куча карточек, которые ты регулярно носишь с собой, говорят, что кошельки Ридж могут вместить до 12 карточек, при этом в них все еще есть место для наличных. Они предлагаются в более чем 30 различных цветах и стилях. Они сделаны из этого прочного материала, и у них есть 40-дневная бесплатная пробная версия вместе с пожизненной гарантией. Если ты заинтересован в том, чтобы проверить свой кошелек самостоятельно, в описании ниже есть ссылка, и, используя силу кода, получишь 10 долларов с вашего заказа. Хорошо, теперь давайте продолжим и перейдем прямо к просмотру 10 самых красивых новых компьютерных игр, которые появятся в январе 2022 года. В этом месяце все начинается с Monster Hunter Rise, этой последней игры из серии, первоначально выпущенной в марте прошлого года для Nintendo Switch. Это следует традиционной формуле охотника на монстров. Ты отправишься в различные локации биомов, будешь выслеживать и охотиться на монстров, собирать их части, использовать эти части для создания снаряжения, которое делает тебя сильнее и позволяет охотиться еще усерднее. Монстры. Также в традиционном стиле охотника на монстров есть 14 различных типов оружия, каждый со своими уникальными моделями атаки и стилями. Они добавили кучу новых монстров, которых никогда раньше не видели в серии, а также несколько других интересных функций, включая печень и езду, которые позволяют вам садиться на лошадь, ездить верхом и управлять любым монстром, которого вы ослабили. Есть режим защиты базы под названием Rampage, в котором вы устанавливаете башни и другие средства защиты, чтобы защитить деревню от ОРД атакующих монстров. Компаньоны Палика вернулись вместе с новым изданием Пала Немой Собаки, Собаки, которая помимо того, что помогает вам в бою, также является ездовым животным. Но новая функция, которую я считаю самой крутой, это определенно ошибка с проводом, которая более или менее функционирует как крюк для захвата, позволяя вам перемещаться по карте практически в любом месте. Похоже, это действительно повышает мобильность в игре. Кроме того, проволочный жук добавляет специальные атаки к каждому оружию, и это позволяет вам мгновенно подпрыгивать после того, как вас сбили с ног. И как человек, который провел много времени, лежа на земле в мире охотников на монстров, позвольте мне сказать вам, что это звучит потрясающе. Теперь версия Switch набрала 88 баллов из 100 как на Open, так и на Metacritic. Отзывы пользователей были такими же высокими на Metacritic, и в нескольких видеообзорах, которые я просмотрел, были в основном положительные отзывы об игре. Похоже, что в нем есть как улучшения, сделанные в Monster Hunter World, так и отклик на некоторые из того, что делало ранее игры серии довольно крутыми. Теперь для предстоящего выпуска ПК в игре есть несколько дополнительных улучшений, таких как новые текстуры с высоким разрешением, 4К и сверхширокая поддержка. Это говорит о высокой частоте кадров. Я не знаю, что значит для них кайф. Это 60. Это 144. Это выше. Я не знаю, но выше, чем переключатель, так что это хорошо. Он также оптимизирован для управления клавиатурой и мышью и включает голосовой чат. Итак, Monster Hunter. Rise выйдет на ПК 12 января за 5999 долларов. Прямо сейчас доступна демо-версия игры, если ты хочешь ее попробовать, и у них есть план расширения на лето 2022 года под названием Sunbreak, в котором будут добавлены новые локации, монстры, элементы геймплея и квестовые ранги. Анна Крусис — это кооперативный шутер от первого лица для четырех игроков, который предлагает бесконечную реиграбельность, когда вы и команда друзей пробираетесь по уровням огромного звездолета, сражающегося с ордами пришельцев. Ты будешь сражаться с самыми разнообразными врагами, открывать привилегии, оружие и новые способы игры по мере продвижения во все более сложных сценариях. В основном это похоже на Left 4 Dead — научно-фантастическое издание, где вы будете сражаться с инопланетянами вместо зомби. В игре есть драйвер искусственного интеллекта, который контролирует все, от появления врагов до управления боссами, размещения оружия, гаджетов и здоровья. Чем лучше ты играешь, тем сложнее все становится. Они говорят, что драйвер искусственного интеллекта в основном предназначен для того, чтобы не было двух одинаковых игровых сессий, что звучит почти так же, как то, что я слышу каждый раз, когда в любой игре есть такая система. Существует множество видов оружия, связанных с научной фантастикой, таких как лазеры и импульсные винтовки. Есть гранаты стазиса и щита, а также возрождающиеся. Ты разблокируешь привилегии, дающие тебе навыки и способности для настройки твоего стиля игры, повышение твоих наступательных и оборонительных возможностей. И как вы можете видеть из видеозаписи здесь, здесь явно присутствует тяжелая эстетика, вдохновленная 70-ми, а также довольно беззаботный тон. Трейлеры, которые они выпустили, демонстрируют множество шуток и подшучиваний между персонажами игры. Иннеркрас запускается в раннем доступе Steam 13 января за 20 999 долларов, поэтому выпуск раннего доступа будет включать первые три эпизода. Они будут собирать отзывы сообщества и как бы извлекать их оттуда. Похоже, что они нацелены на ранний доступ примерно на 9-12 месяцев и планируют регулярные обновления в течение 2022 года, кульминацией которых станет квартал для запуска. Полная версия будет включать дополнительные эпизоды, а также новые типы игр. Кроме того, в игре будет поддержка модов. Очевидно, они большие сторонники того, что означают моды для игры. На самом деле, они сказали, что для официального релиза они планируют запустить подборку модов с самым высоким рейтингом, созданных сообществом. Я скажу вот что. Недавний релиз Back 4 Blood действительно не совсем оправдал ожидания людей. Как духовному преемнику Left 4 Dead, этого просто не хватало в нескольких областях. Так, может быть, завещание Анны Круз. Ты знаешь, это совершенно другая обстановка и совсем другой стиль, но в принципе очень похожая игра с точки зрения ее структуры и типа впечатлений, которые она похожа, доставляет. Нам придется подождать и посмотреть, что выйдет в раннем доступе. God of War наконец-то выходит на ПК. Я не думаю, что мне действительно нужно описывать, что это за игра, так как ты, без сомнения, уже много видел и слышал о ней. Это было быстро оценено, когда я впервые вышел на консолях в 2018 году. На Open и Metacritic это в среднем около 95 баллов из 100. Это также одна из немногих игр, которые я когда-либо видел, получающих идеальные 10 баллов из 10 от многочисленных торговых точек. По мнению большинства, это просто фантастическая игра. По своей сути, это линейная экшн-игра от третьего лица, которая рассказывает историю Кратоса и его сына об их приключениях в скандинавской мифологии. Как долго нужно побеждать? Среднее время игры составляет около 30 часов, меньше для основной истории, больше, если вы выполняете завершающий прогон. Некоторые из специфических функций ПК включают высококачественную графику, улучшенную с разрешением 4К и разблокированной частотой кадров. Существует широкий спектр графических настроек и опций, включая тени с более высоким разрешением, улучшенные отражения в пространстве экрана. У него есть поддержка NVIDIA, DELS и Reflex для улучшения частоты кадров и снижения задержки. Есть поддержка настройки управления для широкого спектра геймпадов и полностью настраиваемых привязок для мыши и клавиатуры, а также поддержка 21 на 9 сверхшироких. Значит, это поступит в ПКФ 14 января за 4999 долларов. Мне действительно больше нечего сказать по этому поводу, потому что, ну, больше нечего сказать, например, если они не испортят порт, вердикт уже вынесен. Это, скорее всего, будет фантастическая новая игра, в которую можно играть на ПК. Конечно, мы не можем быть уверены, насколько хорошим будет порт или нет. У последней попытки Sony с Horizon было много собственных проблем, когда она впервые вышла на ПК, но это другая игра от другого разработчика, так что вы знаете, надеюсь, на этот раз контроль качества Sony немного лучше. Но мы не можем возлагать грехи Horizon на God of War, и я думаю, что это довольно захватывающий материал. Надеюсь, это свидетельствует о более широкой тенденции для Sony, которая переносит больше своих материалов первой партии на ПК. Ты знаешь, меня даже не волнует, если это займет много времени, так как в моем списке нет недостатка в хороших играх. Рим Экспедиции — это тактическое пошаговое РПГ, действие которой разворачивается в Древней Римской Республике примерно во времена Юлия Цезаря. Ты будешь играть за молодого римского дворянина, вынужденного бежать из своего дома в поисках убежища в Легионе, где тебе придется подняться по служебной лестнице, чтобы в конечном итоге стать его лидером. Есть настройка, когда ты можешь выбрать внешний вид, пол и класс, а также навыки своего главного героя — Легатор. В дополнение к этому ты отправишься в приключения с пятью уникальными компаньонами, у каждого из которых есть своя предыстория, индивидуальность и боевые возможности. Бой в игре происходит на шестигранной сетке, где вам придется сосредоточиться на размещении вашего персонажа и правильном использовании его навыков. Говорят они, в большинстве случаев ты будешь в меньшинстве, и тебе потребуется стратегическая игра, чтобы выжить. Каждый юнит, находящийся под твоим контролем, обладает множеством способностей и атак, которые ты будешь использовать либо индивидуально, либо объединять вместе, чтобы попытаться победить эти большие группы врагов. Помимо боя на основе шестиугольника, это полноценная РПГ, так что здесь будет большое внимание повествованию и повествованию. В игру входят персонажи из реальной истории, причем временной период устанавливается ближе к концу Римской Республики, и история, которая охватывает более десяти лет и разбита на три обширные компании, которые проведут вас по всей Европе. Выбор, который ты сделаешь, будет иметь последствия. Любые небольшие действия, которые ты совершишь, окажут большее влияние на твой общий опыт. Выбор того, будет ли кто-то жить или умрет, например, может вернуться, чтобы вознаградить или преследовать тебя позже в будущем. Их прогрессия и система передач. Ты будешь грабить и создавать снаряжение для своих персонажей, делая их более уклончивыми, танковыми или смертоносными. И по мере того, как ты и твои товарищи повышаете уровень, ты будешь выбирать из множества навыков и пассивных способностей, которые делают тебя сильнее. Предыдущие игры в этой серии включали экспедиции Конкистадора и экспедиции Викингов. У них обоих относительно положительные отзывы в Steam, хотя, похоже, у них довольно мало подписчиков. Разработчик Logic Artist сказал, что это их самая большая игра на сегодняшний день, и она более чем в два раза больше, чем ее предыдущие записи. Экспедиции в Рим стартуют 20 января за 4 499 долларов. В настоящее время действует скидка 20, и в игре есть демо-версия, если ты хочешь попробовать ее до запуска. Которого изначально звали Карантин, но по понятным причинам сменил ими. Rainbow Six Extraction — это тактический кооперативный шутер, который в основном похож на супермод для Rainbow Six Siege. Это берет за основу эту игру и вносит некоторые довольно драматические изменения, превращая ее из соревновательного командного шутера в совместную игру на выживание. Ты отправишься в эти миссии Пи, сражаясь с этими инопланетными существами, похожими на зомби, и тебе будет поручено выполнять различные миссии, такие как выслеживание гнезда, сбор образцов или спасение павших товарищей по команде. Говорят, что каждое вторжение уникально, и эти динамические переменные меняют врагов, с которыми вы сталкиваетесь, цели, которые вы должны выполнить, и то, как вы продвигаетесь от одного этапа к следующему. После выполнения главной задачи тебе придется выбирать, либо извлекать, чтобы закрепить свой прогресс, либо продвигаться дальше, сталкиваясь с более сложными задачами для получения большего вознаграждения. Это 18 операторов на выбор, каждый со своими способностями, путями развития, стилями игры и настройками. Между ними они говорят, что существует более 800 потенциальных комбинаций команд. Всего 12 карт, действие которых разворачивается в Сан-Франциско, Нью-Мексико, Аляске и Нью-Йорке. В этих четырех разных регионах расположены 12 различных крупномасштабных сред, каждая из которых, как говорят, примерно в три раза больше, чем любая карта Rainbow Six Siege. Есть 13 уникальных типов миссий, включая отслеживание гнезда, саботаж, отключение и образец. У каждого из них есть свои уникальные цели и задачи. Есть также 13 вражеских архетипов, каждый со своими особыми способностями и мутациями. А еще есть протиане, которые в основном являются инопланетными версиями операторов с их расширенными возможностями. Все эти вещи в сочетании предлагают большое потенциальное разнообразие. Как я уже упоминал, каждая миссия будет отличаться в зависимости от ваших целей, врагов, с которыми вы сражаетесь, а затем любых модификаторов, которые также играют. В твоем распоряжении также 25 новых гаджетов и 65 видов оружия, что дает тебе множество возможностей для борьбы с инопланетной угрозой. И есть система прогрессии в игре, где вы будете разблокировать улучшения для своего снаряжения, оружия и способностей. В целом, это похоже на довольно простую совместную формулу Пи, встроенную в структуру Rainbow Six Siege с добавлением этих зомби-инопланетян. Я должен сказать, что это действительно заставляет меня желать, чтобы они сделали это с The Division, как если бы мне понравился спин-офф инопланетного зомби для этой оригинальной игры, особенно режим выживания. Это было так хорошо. Я думаю, что добавить немного фантазии в это было бы действительно круто, но ладно, что ты можешь сделать. Rainbow Six Extraction выйдет на ПК 20 января за 3999 долларов. Ты когда-нибудь задумывался, эй, а что если Холодная война станет горячей? Ты знаешь, потому что это очень забавная мысль. Ну что же, наша следующая игра покажет тебе, как это могло выглядеть. War No, это подлинная, обширная и тщательно исследуемая стратегическая игра в реальном времени времен Холодной войны. Это духовный преемник серии военных игр и нацелен на создание идеального симулятора Третьей мировой войны следующего поколения. Ты сможешь командовать своей собственной боевой группой и возглавлять сотни подразделений эпохи Холодной войны на динамичных тактических полях сражений. Выбирай между арсеналами НАТО или Варшавского договора и сражайся во множестве одиночных и онлайн-режимов против сложных противников с искусственным интеллектом или людьми в массовых битвах 10 на 10. Основные функции игры включают в себя более 600 различных военных подразделений, от призывников до танков, вертолетов и ударных самолетов, а также множество известных военных формирований и бригад. Есть четыре пошаговые стратегические армейские генеральные кампании, в которых ты будешь командовать сотнями подразделений, вплоть до уровня взвода в самом центре войны, рядом с разрывом папок. Они говорят, что это обновленная версия движка, и она имитирует современные наземные и воздушные бои, как никогда раньше, с прекрасным окружением и детализированными разрушениями на постоянно меняющемся поле боя. Их разнообразие игровых режимов от автономных стычек, в которые можно играть в одиночку, в кооперативе или мультиплеере, а также в конкурентных режимах против искусственного интеллекта или других игроков. С рейтингом 1 стих 1, 2 стиха 2, 4 стиха 4 и 10 стихов 10, Варноу выходит в ранний доступ Steam 20 января. Похоже, они нацелены примерно на 6-8 месяцев до их полного освобождения. Hidden Deep — атмосферная научно-фантастическая двухмерная экшн-игра, которая была сильно вдохновлена подобными инопланетянами. The Thing и Half-Life вы играете за участников спасательной операции, посланных выяснить, что случилось с группой исследователей, которые таинственным образом исчезли во время работы на объекте в милях под дном океана. Что могло пойти не так? Ты сможешь управлять членами своей команды либо напрямую, либо отдавая им приказы, координируя каждого из них для выполнения различных задач. У тебя будет доступ к специализированному оборудованию, такому как захватные крюки, сканеры, беспилотные летательные аппараты и тяжелая техника, которую ты будешь использовать для продвижения по объекту и окружающим системам подводных пещер, раскрывая ужасы и тайны, которые скрываются внизу. В игре представлена мрачная научно-фантастическая история, вдохновленная классическими фильмами ужасов 80-х и 90-х годов с более чем 20 часами игрового процесса. В дополнение к режиму истории, есть также режим испытаний, в котором вы можете решать различные задачи на этих рандомизированных уровнях. В игру можно играть в одиночку, но также поддерживается локальный кооператив с онлайн-кооперативом, функция которая будет добавлена позже. Hidden D будет запущен в раннем доступе Steam 24 января. На данный момент цены нет. Интересно отметить, что эта игра разрабатывается одним человеком, и они рассчитывают, что ранняя версия Axis продлится около 6-8 месяцев. За то, что я играю в 2D, я скажу, что обнаружил, что кадры этой вещи удивительно тревожны. Это абсолютно похоже на тех инопланетян и их флюиды, так что миссия выполнена. Я включил такие игры в свой список не потому, что думаю, что они понравятся всем, потому что ясно, что это не так. Но я лично думаю, что это выглядит довольно круто. И да, это выглядит жутко. Я знаю, что это игра в 2D, но да ладно, это немного жутковато выглядит, не так ли? Это хардкорное МО, ориентированное на PvP. Mortal Online 2 выходит из раннего доступа в этом месяце. Это постоянная игра, песочница от первого лица, действие которой разворачивается в фэнтезийном мире с акцентом на глубокие игровые системы погружения и уничтожения новичков, чтобы украсть их снаряжение. О, прости, нет-нет. Веб-сайт утверждает, что эта игра предназначена для игроков всех форм, размеров и стилей игры. Я виноват. Ты можешь играть за ремесленника, воина или исследователя. У каждого из них будут свои сильные стороны. Многие игровые системы, от крафта до систем навыков, довольно сложны и потребуют немалого самообучения как смертного. Online 2 это не игра, которая упрощает учебные пособия, как это делают многие современные МОЗ. В игре в основном представлены боевые действия от первого лица в реальном времени, где, как говорят, мастерство превзойдет уровни или снаряжение. У них есть система направленных атак с блоками, парированием и обмороками. Это довольно похоже на то, что можно увидеть в таких играх как рыцарство, но в гораздо большем масштабе, поскольку, в конце концов, это МО. И как я упоминал ранее, More Online 2 это полноценная хардкорная PvP игра. Не будет никаких особых безопасных зон или областей, ориентированных на PvP. Вместо этого существует постоянная угроза конфликта, так как это PvP в открытом мире все время. Кроме того, если ты умрешь, люди, которые убьют тебя, могут забрать твои вещи. Это действительно игра, которая действительно поощряет групповую игру и избегает конфликтов, если ты играешь в одиночку, потому что да, вероятно, в одиночку далеко не уйдешь. Кроме того, в этой игре есть постоянный мир без стирания или сброса прогресса, поэтому все, что построено или разрушено, останется таким, пока игроки не вмешаются и не изменят его. Там есть жилье для игроков, на самом деле вы даже можете создавать гильдии, объединяя свои ресурсы, чтобы строить эти обширные замки. Портал Online 2 будет официально выпущен 25 января. Сейчас он стоит 3999 долларов. Опять же, прямо сейчас он находится в раннем доступе Steam, что означает, что технически вы можете подключиться в любое время. Отзывы пользователей довольно положительные, но их немного. На самом деле, согласно базе данных Steam, в этой игре в среднем было около 900 пиковых ежедневных одновременных игроков. Значит, знаешь, не так уж много людей для ММО, но и не ничего. Я ожидаю, что когда он выйдет из раннего доступа, цифры немного вырастут. Это, наверное, будет лучшее время для игры. Наша следующая игра «Дипломатия» — это не вариант. Это играрц, в которой ты играешь за средневекового феодала в кризис среднего возраста на доске своего обыденного, кажущегося бессмысленным существования. Единственное, что приносит тебе радость, это подавление мятежных крестьян и борьба с вторгающимися ордами кровожадных врагов. Это довольно косноязычный крупномасштабный средневековый ртс. У этого очень минималистичный и красочный художественный стиль, и в основном все сводится к тому, чтобы вести войну в огромных масштабах против этих больших вражеских орды. Используя множество солдат, оружия, артиллерии и средств защиты, ты будешь отбиваться от атакующих армий с более чем десятью нулевыми юнитами, пытающимися осадить стены твоего замка. Игра в значительной степени основана на физике. Твоим лучникам и осадным машинам понадобятся эти четкие траектории, чтобы поразить свои цели. Повышение уровня твоих юнитов значительно повысит их эффективность и точность. Такие вещи, как валуны и стребушетов, будут приземляться и катиться сквозь вражеские силы, расплющивая все на своем пути. В игре даже есть волшебная система. Ты можешь обрушивать сверху огненные шары или поражать врагов молнией. Теперь, в дополнение к крупномасштабному бою, основанному на физике, тебе также придется управлять едой и другими ресурсами. Тебе придется защищать своих жителей, дома, бороться с болезнями и даже с трупами Халлоуи. Невыполнение этого требования может привести к христианскому восстанию, чуме или просто к неэффективной армии. Есть бесконечный режим, который предоставит вам полный доступ к технологическим деревьям без ограничений, а также компания, в которой вы будете проходить серию миссий, балансируя, собирая и расходуя ресурсы и защищая свою базу. Дипломатия — это не выход. 26 января в Steam появится ранний доступ. В настоящее время также доступна демо-версия, если ты хочешь проверить ее бесплатно. И десятая и последняя игра в основной части нашего списка — Uncharted, коллекция Legacy of Sifts. Это включает в себя как Uncharted для конца вора, так и Uncharted — потерянное наследие. В этих играх ты играешь за Натана Дрейка и Хлою Фрейзер в их собственных автономных приключениях, когда они вынуждены противостоять своему прошлому и создавать свое собственное наследие, подобное God of War. Если не считать того, что они полностью испортили порт этого, эти игры в значительной степени известны. Uncharted 4 была очень высоко оцененной игрой, когда она была выпущена в 2016 году. Потерянное наследие также было хорошо воспринято, хотя и немного в меньшей степени, набрав немного хуже, чем Uncharted в любом случае. Коллекция Legacy of Sifts включает в себя ремонстрированные версии обеих этих игр с улучшенными визуальными эффектами и производительностью, а также трехмерным звуком. Теперь, к моему удивлению, я не смог найти никаких улучшений, перечисленных специально для порта ПК. Такие вещи, как 4К сверхшироких, поддерживают пользовательские связки ключей. Кажется, ничего из этого нигде не перечислено, что я искал, что заставляет меня думать, что они могут не быть включены, потому что, эй, если бы у них были эти улучшения, почему бы им не рекламировать их? Я думаю, нам придется подождать и посмотреть. Может быть, мы услышим больше, когда приблизимся к выпуску. Коллекция неизведанная. Наследие воров стартует 28 января. Похоже, что это будет стоить 4999 долларов. Хорошо, и так это 10 самых красивых новых игр, которые появятся в этом месяце. Но есть еще несколько вещей, которые я хочу упомянуть, прежде чем мы завершим это видео. Мэдисон — это психологическая игра ужасов от первого лица, которая выходит 7 января. Это направлено на то, чтобы создать захватывающий, ужасающий опыт, в котором ты играешь и берешь на себя роль фотографа, пытающегося запечатлеть доказательства паранормальных явлений. Этот слишком жуткий, на мой вкус. Игрок Unknown S Battlegrounds PUBG наконец-то сможет бесплатно играть в этом месяце. Может быть, уже на 5 лет поздно, но это происходит, начиная с 12 января. Больше не будет цены за коробку для игры. Вместо этого они будут монетизировать с помощью косметических микротранзакций, как и все остальные. Выиграй два глушителя. Это рисованная анимированная спортивная игра, запускаемая 20 января. 20-го числа также выйдет Black Wind. Научно-фантастическая игра с взломом и слэшем сверху вниз. Heavy Nights Tactics — это пошаговая тактическая RPG, в которой вы будете сражаться в стратегических битвах на изометрических сетках. Это стартует 25 января, а затем 26 января мы получим Kingdom of the Dead. Это рисованная от руки игра ужасов F-сфером и чернилами. Этот на самом деле почти попал в мой список из 10 только потому, что он выглядит таким уникальным. Действительно очень интригующе здесь и тогда. Наконец-то я хотел упомянуть Странный Запад. Это должно было выйти 11 января, однако недавно его перенесли на Марч, и это позор, потому что эта штука выглядит действительно, действительно круто. Это захватывающая RPG с симулятором Дикого Запада сверху вниз с элементами сверхъестественного, и она от некоторых соавторов Dessunet и Prey. Ожидаю услышать больше об этой игре, когда мы увидим новый релиз Марч. И вот оно у тебя есть. Это взгляд на 10 самых красивых новых компьютерных игр, которые появятся в январе. Теперь, как я уже сказал наверху, в этом месяце не будет тонны новаторских новых релизов. Хотя здорово видеть, что Sony наконец-то делает шаг вперед, когда дело доходит до переноса некоторых своих качественных игр от первого лица на ПК. Ты знаешь, и мне помешало бы сделать это немного быстрее. Ты знаешь, может быть, следуя инструкциям Microsoft, выпускающие эти вещи каждый день или нет, для меня это действительно не имеет значения. В любом случае, ты же знаешь, что у меня достаточно игр, в которые можно поиграть. Я могу подождать еще несколько лет, если Sony будет настаивать. И привет, выпуск Nintendo Monster Hunter. Rise на ПК тоже действительно хорошая новость. Эта штука выглядит довольно потрясающе. Прошло 4 года. Я не могу в это поверить. Но да, прошло 4 года с тех пор, как мир охотников на монстров, так что мне не помешал бы новый опыт охотника на монстров. И знаешь что? Несмотря на то, что большая часть этого списка была выпущена в раннем доступе, я думаю, что некоторые из этих игр демонстрируют огромный потенциал. В частности, я очень рад за Анну Крузис. Мне действительно интересно посмотреть, как все сложится. Похоже, из этого может получиться что-то хорошее. В любом случае, надеюсь, ты нашел несколько игр, которые тебя заинтересуют. И как всегда, большое вам всем спасибо за просмотр. Надеюсь, тебе понравится содержание, и я увижу тебя в следующем. Успокойся. Субтитры сделал DimaTorzok